Поздравить ОМОНовцев на торжественном построении собрались ветераны, долгие годы прослужившие в рядах отряда. Руководство республики во главе с председателем правительства Эриком Пухаевым. В Южной Осетии помнят и знают, что ОМОНовцы всегда на передовой. Одни из первых ринулись в бой в 90-х. Так было и в 2004-м, и в 2008-м. Много сил было приложено, чтобы обеспечить правопорядок в мирное время. И на сегодняшний день ОМОН – один из самых боеспособных подразделений в структуре МВД. Большой жизненный и боевой опыт, профессионализм позволяют вам выполнять любые поставления руководством республики задачи. Высшее руководство республики в лице верховного главнокомандующего вооруженными силами Анатолия Ильича Бибилова высоко ценит вклад сотрудников ОМОН в деле защиты и укрепления правопорядка и делает все для улучшения материально-технической и финансовой составляющей для сотрудников органов внутренних дел. 14 бойцов ОМОН награждены высшей воинской наградой нашего государства – Ордена Моца Монга. Шестеро из них посмертно. В 2010 году отряду был присвоен почетный знак, отличающий особенности военного подразделения – боевой знамя. Сегодня минутой молчания почтили память всех сложивших свои головы за свободу Отечества. От имени президента приветственный адрес зачитал председатель правительства Эрик Пухаев. Уважаемые сотрудники и ветераны отрада милиции особого назначения, примите мои искренние поздравления с Днём образования отрада милиции особого назначения МВД Республики Нижнего Света. 28 лет назад в условиях разгоравшейся борьбы за свободу и независимость пастинского народа и роста преступности в Республике возникла острая необходимость в создании боеспособной силы, призванной обеспечить не только внутренний правопорядок, но и защищать Южную Светию от внешних врагов. Слова подразделений прозвучали от председателя Комитета государственной безопасности Олега Шаран. Хочу сказать, что ОМОН в Республике – это одно из самых боевых подразделений, и мы в этом убедились в ходе мероприятия по восстановлению наших пограничных рубежей. За это я вам особо благодарен. Поэтому желаю успехов, только побед. За проявленную самоотверженность во время спецоперации на госгранице в районе силовиста и за обеспечение безопасности народа Южной Осетии были вручены награды, в их числе и начальнику ОМОН Игорю Клеву. Нельзя переоценить роль отряда милиции особого назначения в становлении нашей республики. Всегда бойцы ОМОН были в первых рядах как защитников Отечества от внешних угроз, так и защитой наших граждан, граждан Республики Южная Осетия от всякого рода посыгательств. Народ Республики Южная Осетия высоко ценит вашу работу, вашу службу, вашу бескористую преданность своему Отечеству. И позвольте сегодняшний день, такой праздник, пожелать вам в первую очередь здоровья, благополучия. Всем вашим всемям всего наилучшего. Также бойцы удостоились и госнаград. Кроме этого, ведомственными наградами службы государственной охраны были удостоены несколько сотрудников ОМОНа. И сегодня же лучшие бойцы, которые проявили себя во время различных спортивных состязаний, получили кубки, медали и грамоты. После окончания торжественной части бойцы ОМОН возложили венки к памятнику погибших товарищей. Георгий Плеев, Регина Черткоева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск. Сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok